МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Законодателей. Меня зовут Татьяна Молокова. В Чувашии появятся муниципальные округа. Вопрос о преобразовании Красноармейского и Шумерлинского районов на сессии Государственного совета вызвал бурную дискуссию. По словам авторов реформы, главным преимуществом станет устранение двоевластия, исчезнет дублирование полномочий при решении вопросов местного значения, а вся ответственность ляжет на орган местного самоуправления. В конце апреля депутаты Красноармейского и Шумерлинского районов вышли с инициативой ликвидировать в муниципалитетах поселения как юридические лица и объединить в одну административную единицу муниципальный округ, а полномочия поселения передать на уровень района. Такая система действовала в Чувашии до 2005 года. Данные преобразования, несомненно, будут способствовать ускоренному социально-экономическому развитию района, повышению эффективности в решении вопросов местного значения. Предполагается введение единого механизма управления, единого бюджета, единой паровой базы и плана развития территории. Предполагается, что на уровне муниципального округа будет быстрее и проще решать проблемы медицинского обслуживания, образования, культуры, подключение к коммуникациям, содержание дорог, утилизация мусора. Сейчас у поселений нет на это ни средств, ни возможностей, утверждают депутаты. Если посмотреть на статистику, какая численность малочисленных районов на сегодняшний день, 10 тысяч, 12 тысяч есть у нас в районе. Ну что такое 10-12 тысяч? И как решать большие стратегические инвестиционные вопросы в этих районах? Хотя люди там проживают. У нас есть деревни, где живут небольшое количество людей. Ну на одной улице, это и есть вся деревня, там 10-12 человек. Они не могут и поучаствовать в инициативном бюджетировании, потому что, ну что там они могут собрать? Даже на покрытие щепелка этой улицы. А здесь в рамках объединения вот этих бюджетов появится возможность, во-первых, проводить большие инвестиционные проекты, во-вторых, отслеживать их. Нене депутатов различных фракций о необходимости обреобразования разделились. У нас в республике Москокосинское сельское поселение Маргаушского района, Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, Большо-Алгашевское сельское поселение Шумерлинского района. Депутаты этих поселений, они смогли отстоять свои права, когда у них были вопросы китайским инвесторам. Объединив и создав такие муниципальные округа, депутаты сельских поселений, а их уже не будет, их не будет, они не смогут препятствовать воле руководителя муниципального округа. Депутаты поинтересовались, как будут предоставляться госуслуги жителям, не придется ли им каждый раз приезжать в районный центр. Авторы закона подчеркнули, все вопросы местного значения будут решаться, как и прежде. Увеличится возможность решения стратегических вопросов. После долгой дискуссии представители ЛДПР предложили не принимать закон о преобразовании муниципальные округа. Мы против таких поправок по одной простой причине. Если убрать депутатов сельских поселений, то мы уберем рычаг влияния этих округов, этих поселений у людей. Коммунисты воздержались при голосовании во втором чтении за закон. По их мнению, документ нуждается в доработке. В целом я был за необходимость введения такой нормы, чтобы муниципальные округа были, и избиратели, жители районов сами решали, какую форму управления им выбрать. Но в то же время надо уделить особое внимание тому, чтобы власть оставалась приближена к населению, к жителям. Количество депутатов в этих собраниях муниципальных округов должно стать больше, причем существенно больше, чтобы не получилось так, что какая-то деревня не имеет своего представителя. В итоге закон о преобразовании был принят в двух чтениях. Осенью депутаты местных поселений сложат свои полномочия, и будут сформированы новые собрания по итогам выборов. Возможности, допустим, инвестиционных проектов, они увеличатся. Это касается и освещения внутри деревень, и внутри поселенческих дорог, например, содержания тех же самых межпоселенческих дорог, содержания водопроводов и так далее. Поэтому вот такая возможность, когда, допустим, те же самые 200 миллионов, которыми обладает Шумерлинский район, гораздо быстрее можно будет провести аукционы, гораздо грамотнее отследить качество выполняемых этих работ. Депутаты также приняли закон о социальной поддержке детей-сирот. Минстрой Чуваши предложил ввести социальные выплаты и предусмотреть условия, которым должны соответствовать дети-сироты. Это возраст от 23 лет и старше, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность. При покупке жилья с использованием соцвыплаты сироты вправе использовать собственные средства, кредиты или материнский капитал. В 2021 году из республиканского бюджета детям-сиротам будет выделено более 280 миллионов рублей. Часть из них планируется направить на предоставление социальных выплат. Налоги – это возможность жить в цивилизованном обществе. Но порой налоги тяжким бременем ложатся на экономику предприятия. Особенно сейчас, в постковидное время, когда не все пострадавшие отрасли восстановились. Что еще необходимо, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, обсуждали на площадке Государственного совета Чувашии. В 2020-м очень многие отрасли экономики пострадали из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С апреля по август прошлого года были закрыты организации досуга и развлечений, спортивные клубы, кафе и рестораны, салоны красоты. Значительная часть бизнеса пережила падение спроса на свои товары и услуги и резкое сокращение доходов. Органы власти использовали различные инструменты поддержки экономики, в том числе и налоговые. Был принят достаточно большой блок вопросов, связанных с мерирующего характера. Принимались меры в рамках год налогообложения по ковиду. И хочу отметить, что мы, принимая противомеры по ковиду, сегодня, если говорить из 14 субъектов Приводского федерального округа, только в трех субъектах, плюс Чувашия, то есть четыре субъекта имеют поправление на 2021 год льготы по, связанной с ковидной ситуацией. Собравшиеся за круглым столом предприниматели, депутаты, представители органов власти обсудили проект закона о вопросах налогового регулирования. Законопроект предполагает установить для налогоплательщиков пострадавших отраслей возможность применить пониженную ставку УСН, а также ввести льготы для предпринимателей, кто работает в сельской местности. Замминистр экономики Денис Спирин озвучил предложение ведомства для внесения изменений в законопроект. Предусмотреть налоговые ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база, по которой определяется как кадастровая стоимость, на 2022 год, также установить 1%, фактически сейчас предусмотрено 1,3%. Предусмотреть для организации индивидуальных предпринимателей также пониженные ставки на 2022 год в размере 10,4%. По аналогии с 2021 годом, так как выход под ковидный период затягивается, и этот год показывает о том, что предприниматели не совсем готовы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков отметил, что пока не восстановился потребительский спрос и сложно складываются взаимоотношения между арендаторами торговых площадей и предпринимателями. Подняли на круглом столе и вопрос стоимости патента на один и тот же вид деятельности в разных регионах России. Также остро стоит вопрос серой занятости, который влияет на налоговую культуру. Необходимо будет бороться со серой занятостью. На самом деле борьба идет это давно. И вчера были озвучены абсолютно справедливые цифры, что 35-40% рынка России находится в серой зоне. Мы все это знаем. Но не может 35-40% быть преступниками. Значит, есть в этом причина, почему такое происходит. И здесь, если мы хотим победить эту проблему серой занятости, нужно идти с двух сторон, безусловно. Это ужесточение законодательства и правоприменительные практики. Но, с другой стороны, смягчение налоговой ставки. Хотелось бы, чтобы правительство Чувашской Республики, глава, ну, Госсовет, наверное, в целом, позаботились вот о чем. Мы знаем, что осенью 2021 года в Сосновку все же придет, в Сосновку вообще в целом за Волжье придет газ. И развитие этой территории, а территория, она в большинстве своем принадлежит городу Чебоксар, будет препятствовать, опять же, та же ставка, как вы уже несколько раз говорили, что в Канаше, что в Сосновке. Это разные абсолютно. У нас Волга разделяет. Там фактически нет работы сегодня, без работы. Все, большинство ездит сюда, в Чебоксар работать. А чтобы на месте предприниматель производил рабочие места, давал, предоставлял работу местному населению, такого стимула нету сегодня. Налоги, буквально чебоксарские налоги, они души. Законопроект о налоговом регулировании был внесен в государственный селет главой Чуваши Олегом Николаевым. Он должен не навредить ни бюджету республики, ни предпринимателям, а в лучшем случае даже увеличить объемы платежей и помочь развитию бизнеса. Предприниматели хотели бы снизить нагрузку. Правительство думает о том, как бы выполнить социальные обязательства, которые на него возложены. И вот мы сейчас идем, так сказать, посередине. Надо, чтобы все были довольны. И бизнес не кошмарить, как говорит Владимир Владимирович, и, с другой стороны, обеспечить всю необходимую социальную структуру, чтобы люди были с зарплатой, с пенсией и так далее. Причем мы договорились на сегодня и рекомендации даем. Во-первых, мы будем заниматься предложениями от имени Государственного Совета в изменении в программу индивидуального социально-экономического развития нашего региона. Это однозначно. Депутатский голос должен быть услышан. Необходимо поддержать малый и средний бизнес. В Государственном Совете Чувашия прошли публичные слушания об исполнении бюджета за 2020 год. Бюджетная политика и экономика Чувашии были ориентированы на работу в новых условиях борьбы с пандемией коронавируса. И нужно сказать, что правительство Чувашия с этим справилось. Оценки экспертов в нашем репортаже. Глобальный вызов всему человечеству сказался и на Чувашии. В прошлом году значительно снизилась экономическая активность, сократилось поступление налогов. Индекс промышленного производства составил 97,6%. Правительству удалось обеспечить сбалансированность бюджета и оперативно реагировать на ситуацию. В правительственной сроке в 2020 году ввели на существенную налоговое предельство для бизнеса. На 2020-2021 год установлены пониженные налоговые ставки по ООСМ для налогоплательщиков. Программа налоговая каникулы в городе зафиксированных индивидуальных предпринимателей. Уточнил расширение пречи в бизнес-предпринимательности при применении патентной системы. Снижено стоимость патентов. Снижено налоговые ставки по налоговым университетам и числямые сады с правительственной стоимостью объектной движимости. Указанные меры позволили не допустить значительное снижение качества организации и предпринимателей. Основные налогоплательщики продолжили свою работу, что позволило обеспечить его собственные доходы в 2019 году. В 2020 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 70 миллиардов рублей. Рост к уровню 19-го на 19 процентов. В течение прошлого года в казну Чувашии дважды вносились изменения, уточнялись статьи расходов безвозмездных поступлений. Большие средства направлялись на поддержку социальной сферы республики в условиях пандемии. В прошлом году ввели в строй новую школу, начали строительство еще трех. На обеспечение учеников младших классов бесплатным горячим питанием направили почти 300 миллионов рублей. Оснастили школьные пищеблоки современным оборудованием. Школы смогли приобрести оборудование для технопарков «Точка роста». Отремонтировано 22 спортивных зала. Начат капитальный ремонт многих учебных заведений, приобретены учебники и учебные пособия. Это то внимание, тот системный, прозрачный, понятный подход, который сегодня, очевидно, становится и поддержан со стороны и родителей, и самих ребят. Это очень интересный процесс, который пошли. И за пять лет мы должны вот всю отрасль образования при поддержке Олега Алексеевича Николаева провести в порядок. Огромные средства были вложены в здравоохранение республики. Эта отрасль в прошлом году получила 26 миллиардов рублей. Закуплено оборудование, модернизировано лечебное учреждение. Врачи получили финансовую поддержку. Что эти деньги дали? Это, конечно, в первую очередь расширение возможностей по закупке лекарственных препаратов. Открытие лабораторий. Было открыто 11. 30 пунктов, так сказать, наказания, неотложной помощи и расширения коечного фонда, естественно, со всей инфраструктуры. Закупка аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее, и тому подобное. КОВИД подстегнул к необходимости ускорения развития санитарной авиации. Было построено две вертолетных площадки. Более 50 таких серьезных вылетов было организовано. В 2020 году рост показало сельское хозяйство. Сказались меры господдержки, оказанные сельхозпроизводителям. Это 40-процентное субсидирование покупки техники и средства владельцам крупного рогатого скота. Еще одна важная программа – сельская ипотека. Сотни семей улучшили свои жилищные условия. Контрольно-счетная палата Чувашия провела экспертизу исполнения бюджета. Сотлана Аристова отметила, что в прошлом году не все муниципалитеты равномерно распределили средства. Более активно они были в четвертом квартале, а это создает риски неэффективного использования средств. На ближайшей сессии государственного совета отчет правительства об исполнении бюджета рассмотрят депутаты. В июне парламентарии рассмотрят поправки Конституции, возможность выборности глав муниципалитетов, а также необходимость перевода стрелок часов на час вперед. Это была программа «Законодатели». До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА